всем привет друзья с вами снова лавка удовольствий и сегодня я покажу вам как во время карантина тренируется антиквар что вам понадобится для этого для первого упражнения вам понадобится ребят вот такой вот гриф для штанги используем подручные средства выбираю вот такой вот гриф разминочка вот такая красотень 120 лет данному коромыслу вам понадобится два ведра и хорошее настроение ребят устанавливаем ведра в коромысла и так друзья ведра на месте коромысла ставим так что было бы вам удобно ноги чуть шире ширины плеч поехали солнце светит дождь идет а мы тренируемся вот такая красота делаем 3 подхода по 10 раз а теперь пошли делать следующее упражнение следующее упражнение качаем дельты это же коромысла берем 10-15 сантиметров руки друг от друга также 10 повторений 3 подхода будет достаточно чтобы выглядеть вот так дальше ребят следующее упражнение мы берем два вот такие вот старинные утюга начинаем разминать плечи и вот и и и и дальше ребята делаем плечи для этого я использую вот такой вот казан 40 литровый чисто медный посмотрите сюда внимательно морозов 1829 год ребят этому казану представляете будет скоро 200 лет вот таким вот образом беру казан так как вес указана не огромный до 15 килограмм и делаем больше повторений 3 по 15 теперь мы берем следующее коромысло номер два приспосабливаем сюда утюги и переходим к бицепсу поехали на бицепс поехали на бицепс поехали на бицепс поехали на бицепс сначала разминочка двумя руками потом переходим на одну руку каждую руку разминаем хорошо перед тем как мы перейдем к тяжелому весу после того как мы размяты переходим к нашему рабочему весу далее качаем грудь это же коромысло. Цепляем вёдра, делаем разминочные подходы, а потом наполняем вёдра по полной. Ой, а вёдра шатаются. Это усложняет упражнение. Они колбасятся из стороны в сторону. Это называется свободный вес. Видите, они колбасят вас, и вы качаете не только грудь, но и ещё боковые, косые, верхние, нижние, ещё и полная концентрация, ребята. Жалко, нет у меня помоста повесить теперь это всё сзади. Теперь автоматически переходим на трицепс, ребят. Я там малину не по-вытаптую? Нет. Нужен прямой гриф. Следующее упражнение на пресс. Его я делаю вместе со своим другом, моим неотъемлемым помощником. Спасибо. Продолжение следует... Три подхода по 12 раз и будет пресс не как у меня, а кубиками. И последнее мое на сегодня упражнение будет упражнением на трицепс. В помощь мне этому вот такие вот ступки, которым по 100-130 лет. Вот такие красотки. Делаем упражнение лыжник. Теперь становимся вот в такую вот позу. Отводим назад локти и выпрямляем наши ступки. Делаем это упражнение три подхода по 12 раз. Сразу почувствуете, как мышцы забиваются, потому что здесь примерно по 3 и по 4,5 килограмма ступки разные. Вот. Обязательно берите небольшой вес, потому что этим упражнением очень легко травмироваться, если взять сразу большой вес и пытаться его оттянуть назад. Ну что, друзья, я надеюсь, данный ролик вам понравился. Всех с Пасхой! Христос воскрес! Тренируйтесь! Я надеюсь, что какую-то маленькую частицу позитива я вам передал. Увидимся!